Родилась в Гомельской области, в деревне, вот, и потом 10 лет решили родительских прав в мать и уже проживала с тетей. Девятый класс закончила вот в интернате. А отца знали? Отца знала тоже, да, в детстве тоже. Тюрьма. Тюрьма. И жизнь закончилась в тюрьме. Счастливого детства у Татьяны не получилось. Рана осталась сиротой при живой матери, но свыклась с обстоятельствами. Пришлось. Переехала в Бобруйск, отучилась на парикмахера и нашла вторую половину. Вместо успешной карьеры выбрала ипостась матери. В 18 уже родила сына. А потом уже девочку захотелось. Получился мальчик. А потом я уже сказала, что пока уже девчонка у меня не будет, уже вот, ну и третья девочка. Переломный момент случился в 2016-м, когда многодетная мама узнала о беременности. Вместе с супругом решили, четвертый малыш уже перебор, не потянем, пошла на аборт. Но не случилось, покрова уберегли. Я вышла туда, пришла мужу, говорю, ну все, я не пойду никуда. Хотя уже, ну все было подготовлено, как бы все. И я мужу говорю, все, я никуда не пойду, говорю, одним больше, одним меньше. Любовь к детям и доверие к неравнодушным сохранили жизнь малыша. Сегодня Дениске 9 месяцев. Жизнерадостного кроху мама, не скрывая, называет любимчиком. Ну всех любишь, девочку хотела. А он, он, он всегда смеется. Всегда. Всегда, к нему с утра подходишь, вот в кроватку, он хохочет. Там увидит только где-то что-то, все, он хохочет. Я его зову сыну, говорю, Денчик, все смеется. Как призналась Татьяна, в многодетной семье малыши быстро взрослеют. Так случилось и здесь. Сегодня двухлетняя Ева за нянечку, а самый старший, пятилетний Кирилл, следит за порядком и отвечает за мамин покой. Сестричка или братик плачет, что ты делаешь? Я успокаиваю Дениса. Даю ему соску или просто, чтобы мама делала питание, и я ему дал. Ну оказывается, что она дает. Я тоже хотел. На еду и коммуналку зарабатывает папа, а вот с одеждой львиная доля детского гардероба. Запасы со склада покровов. С самого рождения Дениски они, как обещали, помогают семье в самом необходимом. А Татьяна каждый день благодарит судьбу за встречу с тем психологом и просит прощения у маленького Дениски. Стыря перед ним. Я на него смотрю. Ну не то, что я там произношу, а в мыслях самой. Ну неудобно, что даже мысли такие посещали просто. У Евгения и Андрея Лисиных четверо. Старшему 11 лет, младшему 11 месяцев. Родители о такой большой семье мечтали. Оба работали, строили будущее. А потом начались сложности. Денег стало хватать лишь на самое необходимое. Тогда Бобрученко узнала, что беременна. Решила рожать. Супруг поддержал. А после и по кровам. Виктория позвонила нам. Сказала, вот вы многодетная семья, приходите, мы предоставим вам любую помощь. Любую, какую бы вы ни. Мы приехали туда, познакомились. Конечно, на моим деткам вещи, особенно на мальчиков очень много вещей. Вот. Потом, когда мы родили уже сына нашего, нам предоставили бесплатно совершенно коляску, кроватку. Ребенок у нас начал уже чуть-чуть ходить. Нам дали ходунки, вещи на него, питание нам на него дается. Ну как бы мне не надо идти собирать государство целую кипу документов, сдавать, собирать, бегать. Они мне это все дали. В отличие от Евгении, мужчина долго не хотел принимать помощь, но позже осознал самостоятельно дать все, что нужно детям. Он не в силах. Сразу, если честно, я сразу вообще стеснялся и смешался туда ходить и обращаться. После все стало налаживаться. Работа супруга плюс помощь. Сегодня у них все хорошо. Начали помогать и другим. Все старые вещи детей супруги раздают. Либо туда в покрова завозим, либо у нас есть тоже сестры, есть знакомая, которая нуждается в этом во всем. Мы как бы это все тоже не выкидывается, это все отдается, чтобы люди тоже не ходили, не тратили свой бюджет. А пока подспорив питание и одежде, предоставляют покрова. У нас работает вещевой склад. Раз в неделю все, кто нуждается в этой помощи, приходят и выбирают то, что им необходимо. Если чего-то на складе нет и какого-то ребеночка нужно срочно одеть куртку зимнюю, сапожки, то мы даем рекламу, вернее, запрос в соцсети. И практически в тот же день откликаются люди и приносят то, что необходимо этому ребенку. Даже сверху, получается. Хотели одного одеть, а обули и одели даже несколько. К слову, Евгения сегодня снова в интересном положении. Мечтают о дочке. Центр поддержки семьи, материнства и детства покрова существует с 2012 года. Здесь помогают семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, детям-инвалидам, беременным, многодетным и неполным семьям. Не так давно появился приют и для мам. Сегодня здесь живет гомельчанка Мария Василенко. Одна из тех, кто без помощи не справилась бы. Уроженка Гомельщины живет в центре с Мартом. Сегодня на ее руках двухмесячная Мария. Долгожданную дочку назвала в честь Богородицы. Мой ребенок – это все. Это единственный ребенок, который появился на свет. Для меня сейчас я без нее не смогу. Инвалид второй группы без родных и близких. Для 35-летней мамы покрова стали спасением. Вскоре после заселения сироте помогли с жильем. В родной деревне на гомельчане почти готова квартира. Скоро туда переедет мать и ее дитя. Большое им спасибо, что они меня приняли сюда. Если бы не они, меня бы и ребенка забрали. В центре готовы принять не только белорусов. Не так давно здесь проживала женщина из Донецка. Семья с детьми бежала, чтобы найти покой в Беларуси. В поезде у беременной супруги начались схватки. Ребенок сам выбрал город пребывания – Бобруйск. Она попала в родильный дом, в родильное отделение. А дальше им негоднее было проживать. С роддома ребенка не выписывают в никуда. Они нашли съемную квартиру за маленькие деньги, но там не было ремонта. Муж с старшим сыном поселились в этой квартире, делали ремонт. В это время мы эту женщину с роддома забрали к нам сюда с новорожденной девочкой. Как нам рассказали специалисты, в приюте нет срока пребывания. Переезд отсюда возможен лишь когда проблемы с жильем и финансами решится. У нас юрист, который помогает документы юридически оформлять. Есть просто добровольцы, которые хотят участвовать в жизни. Среда выживания, возрастания личности, среда воспитания человека для всех добродетелей. Так церковь трактует понятие семьи. И покрова сегодня вместе с духовенством возрождают незаслуженно вышедшие ценности крепких семейных уз, многодетства и верности. Умирание семьи – это умирание всех добродетелей. Ну, чтобы не быть голословным, что мы имеем в виду? Представьте, что умерло мужество, умерло трудолюбие, умерло уважение людей друг к другу, умерло сострадание всякое, умерло все святое и появилось все грешное. Вот именно это произойдет и происходит там, где семья затухает, скукоживается, умирает, где мужья бросают жен, где жены изменяют мужья, где дети истребляются в очреве. То есть семья – это, собственно, и есть та любовь, о которой мы так много говорим и так мало ее имеем. Сегодня Татьяна мечтает лишь о счастливой судьбе детей. Чтобы они людьми хорошими были. И все. А так уже, как они сами захотят. Ну, понятно, каждой маме хочется, чтобы там кто-то был хорошим бизнесменом или хорошим ученым, ну, чтобы достиг чего-то. Главное, чтобы хорошими людьми были. Ну, а если Бог пошлет еще ребенка, оставит. Не потому, что знает, что будет помощь, а потому, что уверена, без них жизнь потеряет смысл. В какой-то момент, кажется, Татьяна пытается исправить ошибки своей мамы. Как просто можно так? Как можно оставить и, ну, и жить без своего ребенка? Вот. Извините. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok